Основная задача наблюдательной комиссии – организация исправительного процесса, а также трудоустройство осужденных. Это необходимое условие достойной жизни любого человека, основа благополучия семьи. Стоит ли рисковать свободой, если при этом страдает и собственное благополучие, и благополучие близких? Этот вопрос себе постоянно задает Юрий Купеша, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за тунеяство и неуплату алиментов. Ответ на этот вопрос может дать лишь он сам, как и сотни других временно-постоянно неработающих, продяжничающих, забывших про человеческий облик и семьи. Многих из них знают в лицо сотрудники милиции, многим помогают, стараясь направить на путь истинный, то есть дают возможность избежать наказания в виде отбывания срока в исправительных колониях. Ослеживать случаи несоблюдения ими закона – необходимая мера, ведь вероятность, что эти люди вновь не захотят посягнуть на него, весьма велика. Замечен я в нарушениях таких, по алиментам у меня было, то есть ситуации, обстоятельства у меня сложились так, что я болел со спиной, ну и не было возможности выплачивать там определенную сумму, хотя от семьи я не отказывался, вот. Но дошло до того, что три месяца выплаты не шли и дошло до уголовного дела, то есть суд обвинил меня, хотя я признал это обвинение, вот, и меня без направления, то есть мне дали возможность без направления просто исправляться. Данный гражданин состоял на учете в уголовной исполнительной инспекции как лицо, отбывающее наказание, не связанное с лишением свободы. За время отбывания наказания данный гражданин нарушения не совершал. Встал на путь исправления и в настоящий момент работает, и как бы старается своими действиями других лиц поставить также на путь исправления, рассказывая свою историю. Да, действительно, однажды совершив ошибку, многие исправляются, понимая, что жить не в ладах закона просто невозможно. Таковым активно помогают и милиция, и специалисты центров занятости, и центров социального обслуживания населения. Трудоустраивают, на первых порах дают возможность и одеться, и обуться. Именно они могут подать ту спасательную соломинку, за которую ищущий ухватится. Основная цель работы комиссии – оказание помощи органам, исполняющим наказание в ресоциализации осужденных лиц и те, которые прибыли из мест лишения свободы. То есть наша задача – помочь этим людям адаптироваться в обществе и стать полноправными членами этого общества. Согласно последним данным уголовно-исполнителей инспекции, сегодня существует порядка полутора тысяч лиц с непогашенной судимостью. Немало и тех, кто пока лишь в разряде социально опасных, находящихся на контроле. Именно для них и организовываются подобные мероприятия, цель которых – направить на путь исправления уже от бывших срок, предоставить им помощь в трудоустройстве, не дать приступить закон. Заседание суда при участии членов наблюдательной комиссии при администрации Ленинского района дало понять, желающих избрать путь исправления немало, а значит, они должны проводиться как можно чаще. В настоящий момент у нас нет никаких проблем во взаимодействии, и поэтому все граждане, которые нуждаются в этом, трудоустроены, которые как освобождаются, как из мест лишения свободы, так и из учреждений открытого типа, которые находятся в нашей области. Тем более, что если человек рассматривается на замену наказания более мягким, то есть где-то ему сокращается срок, одним из обязательных условий, которые являются для нас основным, это является его обязательное трудоустройство. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.